шоссе рига елгова перекресток поворот на олайна все едут я стою сломалась машина но мне позвонили с офиса за мной выехали механики вот два часа уже стою здесь этом перекрестке все это время пробовал и вот что-то у меня заработало вот начались какие-то пыхтения на восьмой передаче может быть и своим потом заберусь до сервиса и так что же в итоге с этой машиной с коробкой передач как я уже говорил я полностью загружен мне нужно было ехать на базу разгружаться что я собственно говоря и сделал не без проблем конечно коробка опять несколько раз включила зависала но скажем так нигде не останавливался иногда бывало коробка подвисала при разгоне при наборе скорости пару раз было что наоборот при понижении передачи подвисала как только я разгрузился на базе и поехал в сервис то о чудо коробка стала работать так как будто с ней ничего и не было но как только оставалось пару минут до сервиса снова начались эти глюки в общем оставил я машину в сервисе на следующий день мне дали другую машину с ручной коробкой небольшой обзор который вы сможете сейчас посмотреть что пришли как это как ты как ты что for через и намучился с этой машиной так что до ужаса просто еще как специально дали мне маршрут разгрузки по риге и вот это был день просто нечетом во первых написали чтобы приезжал на базу восьми утра окей приехал восьми 8 звоню говорю ну где машина нету машины машина задерживается будет через сорок пятьдесят минут думаю ну окей здорово в итоге машина приехала только после 9 соответственно пока я загрузился а еще тому водителю который приехал на этой машине ему сказали помоги загрузить коллеги говорит ну со мне соответственно ну и он долго не думая пошел по списку что там какая десятая разгрузка окей берет на арохлу и затаскивает сразу внутрь не посмотрев есть ли повреждения у груза нету не не написав ничего в документах я говорю не надо торопиться это ничего хорошего не приведет ну мне вот сказали тебе помочь чтобы быстрее загрузился и поехал трудиться ну и что в итоге когда он пол машины мне так закидал пока я там разбирался с документами в итоге выяснилось что один палет который должен был загружаться в машину одними из самых первых он остался стоять на рампе а уже пол груза пол машины коллега загрузил я говорю не 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 давай все вытаскиваем не буду не надо я сам все сложу так как мне надо так как я работаю в своем стиле так сказать потому что вот эти всякие помогания это что называется медвежья услуга в итоге почти два часа я проторчал на базе на загрузке и 10 мест было у меня разгрузок по риге из них у девяти грузов были повреждения упаковки ну такого я еще не видел до этого бывало как-то у трех у четырех грузов но не у девяти из десяти другой коллега с утра даже не стал забирать палет потому что стоял палет на нем были блоки для печи ну и кто-то видимо или нарохлый или во время выгрузки хорошо так въехал в эти блоки что два или три блока они просто раскрошились поломались пополам ну и коллега правильно сделал сказал я не повезу такое клиенту но в итоге решили отправить обратно в логистическую компанию в которой забирали этот груз на одной вот разгрузке мне рассказали что несмотря на то что скажем груз им приходит упакован в картонные коробки и сверху еще все это соответственно обмотано пленкой у них очень часто происходят такие случаи что на картонных коробках видно ну небольшая царапина то есть где-то или аборт машины протерли этот балет или при разгрузке ну всякое да бывает то есть ну небольшая там царапина на картоне обычно никто даже и внимания на это не обращает но тут мне вот рассказали интересную вещь что в эту компанию им везут лампы лампочки и очень часто у них такая ситуация что да вроде визуально выглядят такие минимальные так сказать повреждения царапина на коробках да или просто где-то сбоку так хорошо пленка разодрана но говорит внутри когда мы открываем эти коробки там видно что был удар пусть он был скажем небольшой не сильный но от этого удара повредился товар то есть эти лампочки побились ну в общем оставил я эту машину в сервисе и на следующий вот день пока делал эти разгрузки по Риге звонит мне из сервиса в сервисе чтобы уточнить какие были симптомы как это случилось с коробкой как это произошло ну рассказал то же самое вот что и вам рассказывал видео что просто ни с того ни с сего на светофоре машина дернулась и коробка зависла на передаче на одной ну вот ломится куда ты ломишься вот барбора ехать пытался пролезть между грузовиком который стоит на дороге и я еду по второй полосе а он хотел между нами пролезть ну ну и значит ребята сервиса говорят мы сейчас взяли эту машину выехали вот на шоссе и едем на ней туда-сюда как бы торможение набирание скорости и никаких признаков нету что что-то с коробкой все переключает как обычно говорю ну не знаю я ж не придумал это да ни по своей воле вдруг ни с того ни с сего решил а постою-ка я на перекрестке два с половиной часа ну и в общем я так понимаю ничего в этой машине они и не меняли и не сделали ну потому что что делать если пока они на ней ехали ничего с коробкой не происходило так что вот еду опять же на этой же машине ничего толком не известно что это за глюки были с коробкой в чем причина что случилось как бы без понятия ну и не факт что это не повторится больше если что-то и случится снова с коробкой то вы об этом точно узнаете запишу видео и расскажу что и как я вот уже добрался до стола спился сильно не гоню потому что очень вибрирует руль я звонил говорил сервису говорю проверьте ходовую колеса невозможно ехать особенно чувствуется на грунтовых дорогах коллега потом также говорил что свыше 70 км в час начинается ужасная сильная вибрация как на руле так и вся кабина трясется видимо бесполезно что-либо говорить ждут наверное до тех пор пока совсем машина не встанет вот тогда будет известно что чинить что сломалось наверное этого ждут ну а что еще что другого я вот этого не понимаю есть свой сервис да у этой фирмы на которую работают загнали машину проверили ходовую все ли в порядке если нет рулевую тогда проверить не знаю видимо они считают это мелочи жизни а то что это доставляет неудобства водителю ну это наверное насрать им наплевать так же как и ругался я с начальством я говорю почему вы мне вот даете такую машину да во первых ручная коробка передач рычаг переключения передач в этой машине он сверху отломан резиновая накладка которая была сверху для удобства она вся оторвана то есть этот рычаг с острыми этими отломавшимися краями пластика режет руку во вторых когда я посмотрел в грузовой отсек то сразу же стал возмущаться ну как это так нет ни строп ни рохлых ну что это такое я говорю если вы даете машину для работы ну так она должна быть в полном оснащении она должна быть подготовлена для работы чтобы у нее было и рохло и стропы а мне как раз нужно груз в коробки с автозапчастями и высокий палет и он болтается влево вправо мне его нужно закрепить стропами соответственно чтобы уменьшить это качение груза мне говорят ну приедь в сервис и здесь возьми я говорю ну в смысле я сейчас все брошу поеду в сервис и потом покачу обратно это еще какой час если не больше у меня на это уйдет или как я говорю или я должен загрузиться вначале полностью а потом приехать и взять стропы которые мне нужны скажем в грузовом отсеке ближе к водителю соответственно ну в дальней части грузового отсека хорошо коллега он уже делал в тот день короткие рейсы за день у него 3 или 4 рейса было так вот пока я там ждал эту машину и начал загружаться подготавливать документы потом опять вытаскивать обратно этот груз с грузового отсека да потому что неправильно расставил мне коллега который помогал и не фиксировал кстати вот повреждения да как я уже сказал вот так пока я это все сделал другой коллега уже один рейс сделал и приехал снова на базу загружаться чтобы отправляться во второй рейс ну вот вот хорошо у него были дополнительные несколько строк так сказал да бери без проблем рохлу на базе нашлась какая-то просто тоже ужас без нагрузки это рохла я не знаю едет так как будто на ней груз 500-600 кг не меньше как если ставлю палет с грузом то едет заметно лучше но колеса тоже чуть ли не квадратные все а вот слева посмотрите стоит весовой контроль полиция и вот проверяет грузовиков на соответствие техническим требованиям ну и соответственно тоже тахограф да режим труда и отдыха тоже проверяют у меня как-то раз во франции остановили французские жандармы для проверки и насколько я помню я в своих видео это вроде не рассказывал но если будет кому интересно пишите в комментариях кто хочет услышать этот рассказ о моей встрече с французскими жандармами если соберется достаточное количество желающих то тогда запишу отдельное видео и расскажу этот момент Продолжение следует...